Всем доброго времени суток, друзья! Актуализирую одну тему, которую я обсуждала порою перед тем, как общий расклад начинать. Были такие мини-говорилки, но отдельного видеоговорилки на эту тему нет. Поэтому сегодня мы разберем тему именно фамильярности, понебратства, тыканья, уменьшительно-ласкательных каких-то формулировочек, таких обращений. А, ну, конечно, молодечек ты там, да, или ставлю тебе пятерочку, ты хорошо рассказала прям в точку, да, что-то и прочее. Или какие-то обращения, которые, ну, будем так говорить, изначально человека, который обращается, считает возможным так к вам обратиться, ставят в определенное подавляющее, как будто бы немножечко с его точки зрения вас положение. О ком я не говорю сегодня. То есть здесь можно сказать, что, ну, а я, например, всех на «ты» называю, и вот у нас там в какой-то местности, например, принято на «ты» друг к другу обращаться всем. Допустим, пришли в магазин, продавцу говорите, ты смотри там вот на верхней полке, подай мне там что-то. Он говорит, да на, я вот тебе передаю. И все. И когда у людей, у обоих по этому поводу вообще никаких нет претензий, это значит, что все нормально, то есть сама проблема не существует в этом случае. Бывают определенные общества, в которых тоже не принято обращаться на «вы». Причем эти общества, ну, есть какие-то сплоченные коллективы. То есть, например, какая-то организация, где принято всем, всех называть на «ты». Такое тоже бывает. Еще очень часто, практически всегда, очень многих в местах не столь отдаленных называют на «ты». И это воспринимается абсолютно нормально. На стройках, например, на каких-то таких вот участках, где люди примерно одного статуса, то есть, например, собрались работяги, вот мужики, которые там, ну, не знаю, что, шпалы наносят целыми днями, они собираются, и у них так принято. То есть, мы не говорим о таких группах людей, где эта норма. Также мы не говорим о тех случаях, когда человек изначально представляется и говорит там, ну, допустим, да, допустим, говорит, я Лера, можно на «ты». Ну, то есть, сразу же отпадает вопрос, если человека второго устраивает, то можно, естественно, так общаться, вообще никакой проблемы в этом нет. Также нет проблемы, когда человек пытается назвать вас на «ты», вы не готовы к этому, вы говорите человеку, что, допустим, я предпочитаю, чтобы меня называли полным именем, например, там, не Вася, а Василиса, там, да, не Вова, а Владимир и прочее. Тогда это абсолютная норма, если человек в ответ говорит, «Ой, хорошо, без проблем, нормально», да, то есть, мне это нормально. Там, вы можете меня называть на «вы», можете называть на «ты», я без претензий. То есть, тогда тоже вообще нет никакого конфликта, он исчерпан, и тогда мы не говорим уже о фамильярности, о понебратстве, о тыкании, да, вот в таком конфликтном смысле слова. То есть, тогда это все просто закрывается как тема. Опять же, хочу сказать, что те, кто, есть люди, которые, ну, понятное дело, что в реальной жизни многие предлагают на «ты» общаться, есть люди, которые на канале, с которыми я общаюсь, допустим, достаточно долго, мы со всеми общаемся на «вы», но были люди, которые предлагали за последние 7-8 лет ведения канала, человек, наверное, 50 точно предлагало, но мне, например, в какой-то ситуации комфортнее просто на «вы» обращаться. Таким образом, я выражаю уважение тому человеку, к которому я обращаюсь. И когда, допустим, приводят какие-то аргументы, что, а вот, например, в английском всех называют на «ты», «ю» — это «ты», нет, «ю» — это «вы» изначально, а потом уже все остальное от этого происходит. Но мы не будем сейчас углубляться в какие-то трактовки исторические, языковые, философские. Мы поговорим о бытовом моменте, потому что сейчас, во-первых, весна, наступает весеннее обострение, и о каком именно обострении я говорю? Я не говорю о том, что кто-то предложил, я не захотела, например, общаться на «ты», или я кому-то предложила, кто-то не захотел со мной общаться на «ты». Никаких проблем, просто выдерживается определенная дистанция и убирается фамильярность из коммуникации. Абсолютно это в норме, и меня это, например, устраивает. И у меня нет вообще, еще раз повторю, никому претензий, с кем мы договаривались изначально, допустим, общаться на «ты». Но вы также видите, что я на канале не называю зрителей на «ты». То есть если зритель был назван на «ты», то, скорее всего, он был уже вслед за этим послан и заблокирован. То есть обычно это происходит так. Я с уважением отношусь к тем, кто приходит. Если человек ведет себя адекватно, то, соответственно, к нему я тоже абсолютно адекватное, приветливое поведение демонстрирую. И я считаю, что это абсолютно по-человечески, что это абсолютно нормально. Вообще слово «фамильярность» произошло от «фамилиас». И это означает член семьи, очень близкий человек. Тот, с которым можно вот просто на грани на какой-то себя вести. И понебратство то же самое приблизительно имеет значение. Но ключевое значение – это именно вести себя бесцеремонно. Это именно влазить вот в какое-то пространство человека, когда ему это в основном неприятно. И я не думала, что надо людям объяснять. Но сейчас, особенно в период весеннего обострения, которое вот уже начинается, причем оно там с конца января уже началось, есть люди, которые появляются и, например, на моем канале пишут «Ой, Светланка!» или «Ой, Светик! Ты такая прикольная! Ты так хорошо рассказываешь! Ха-ха-ха!» Причем видно, что человек допускает там и кучу ошибок, и ведет, скажем так, себя не совсем адекватно, что у человека какие-то странные смайлики периодически бывают. То есть здесь уже показано, что человек с расшатанной психикой приходит изначально с таким вот запросом и с такой демонстрацией себя. Есть такие товарищи, которые приходят и пытаются дать оценку. То есть они приходят к вам и говорят, например, «Ваша работа там или твоя работа, ну, на пятерочку прям выполнена, на пятерочку с минусом, ну вот если постараешься, прям я тебе пять поставлю». И это может быть человек вообще из соседнего отдела, который может либо такую же должность, как вы, занимать, или это может быть вообще ваша соседка, или это может быть вообще какая-то знакомая, которая не является для вас преподавателем, учителем или каким-то, ну, скажем так, наставником. Но человек считает должным для себя оценить несколько уничижительно вашу работу. Вот, например, я категорически отрицательно отношусь к тому, когда приходят на канал, были такие учительницы, скажем так, хотя я имею изначально педагогическое образование, одно из имеющихся, ну, были люди, которые приходили и говорили, ну, сегодня расклад умничка-молодечек, прям вот на пятерочку, наверное, да. Вот смотрю, почти везде попало, да. Поэтому, ну, я думаю, что как вы бы оценили такое обращение к вам? Здесь сразу понятно, как работают, во-первых, общие расклады. 200 раз объясняла, что если Тарола грамотный, он трактует грамотно любую позицию. Вопрос в вас, вы попали в свою позицию или не попали, или не сработала интуиция, выбрали не ту позицию, соответственно, могли услышать, естественно, не ту информацию, потому что все мы люди, и когда-то интуиция срабатывает, а когда-то нет. Но когда какая-то тетя Дуся, которая вообще не Таролок, которая не обладает, ну, даже сотой долей знаний, которые есть по Таро у меня в трактовках, начинает давать какую-то оценку, это, естественно, нормального человека напрягает и вызывает желание отстраниться от такого товарища. Здесь другой вопрос, что в голове у тех людей, которые позволяют себе таким образом с вами разговаривать и давать какую-то оценку тому, что сделали вы. Ну, например, что можно сказать? Вы великолепные лингвисты, вы написали там великолепный какой-то трактат или уникальный составили диктант из слов исключений, и к вам приходит, например, человек, который абсолютно далек от этой темы, возможно, он прекрасный, например, инженер на заводе, но он далек от лингвистики, там, допустим, от скандинавского языка, в котором вы разбираетесь, и начинает вам рассказывать, что, ну да, Олечка, ну ты, конечно, молодечек, ты вот так написала, нормальная такая книжечка, у тебя ничего, работка нормальная. То есть и здесь вы понимаете, что к вам изначально с пренебрежением как будто бы обращаются вам, если вы это заявите человеку, скорее всего, будет ждать такая реакция, тут более 90% случаев, реакция агрессии. Сразу же, то есть человек впадает в ярость и начинает говорить, ой, а что такая нежная, а что, да я по-хорошему, да я к тебе с сердцем, с душой, да я как к своей, как к родной, и вы сразу понимаете, что переобувается человек на лету. То есть только что вы были практически лучшим, только что вас практически по шерстке гладили, бантик поправляли вам, как такой балуночки, да, симпатичный, сидящий где-то на тумбочке. И как только вы заявили какие-то свои права или потребовали уважения к себе, адекватного поведения, по крайней мере, то человек сразу же на лету переобувается, сразу же начинается агрессия. Ну вот у меня, если на канале брать какой пример, был буквально на днях, и уже последние, наверное, дней, недели две, может быть, появилась дамочка на канале, Натали, у нее был ник, и она, ну он был и есть, и остался у нее, конечно же, но на моем канале она уже комментировать не будет. Почему? Потому что, во-первых, были излишне эмоциональные комментарии у человека, то есть видно, что у человека с крышей не очень хорошо. Опять же, когда человек приходит и начинает уничижительно, уменьшительно, ласкательно, она то Светланка, то Светик, то Светулька, то еще как-то пыталась назвать. Ну, человек видит, что в комментариях все обращаются на «вы», что все обращаются полным именем, что я ко всем обращаюсь на «вы», с заглавной буквы пишу им в обращение на «вы», если человек был настолько грамотен и вежлив, что он ко мне тоже с заглавной буквы написал слово «вы», да, обращаясь. Я обычно взаимно пишу, то есть если человек пишет с маленькой буквы, я взаимно, соответственно, пишу с маленькой. Изначально, когда я обращаюсь первая к человеку на «вы», то я пишу, естественно, с заглавной буквы «вы» при личном обращении, когда конкретно к человеку адресовано какое-то сообщение мною. И здесь человек прекрасно видит все правила канала, прекрасно видит тип общения, но при этом пытается навязать что-то свое. Человек пишет «светулька», «молодечек», там вот все в таком вот стиле, там то какие-то поцелуйчики, то какие-то сердечки, то еще что-то. Но здесь нужно понимать, наверное, какая-то часть вины в целом есть у тарологов. И вообще у блогеров, которые очень часто обращаются на «ты» к своей аудитории, аудитория к ним на «ты» обращается, это для кого-то на каналах абсолютно нормально. И у меня никаких претензий к таким людям нет. Просто я считаю, обычно спрашивают, ну а как понять, вот как понять, как к человеку обращаться? Так, как человек представился, так к нему и обращаться. То есть если со мной знакомится какая-то дама и говорит «Здравствуйте, я Галина». Я называю на «вы», соответственно, Галина. Если бы девушка пришла и сказала «я Галюська», я бы, наверное, спросила все-таки, полное имя Галина, как мне к вам обращаться? И если бы она сказала, например, «а называй меня Галочка или Галюнка, называйте меня на «вы», я бы назвала «вы», Галочка, например. Мне нетрудно это сделать, но я понимаю, я проявляю уважение к человеку, как он представился, так, соответственно, я к нему и обращаюсь. Здесь человек перегнул все палки. Там были какие-то комментарии невменяшковые какие-то под видео про Навального. Ну там многих, конечно, продрестало и порвало это было дело. Но я знала, что это будет такая тема, которая немножечко всколыхнет, скажем так, пространство. И это ничего страшного. Но дальше человек не успокоился. Начались светики и прочие такие вот заявочки. Я написала человеку первый раз, что мое имя Светлана, прошу называть меня полным именем. ДЧК, то есть вежливо было отвечено. Затем вот буквально в ближайшие дни, за последние сутки, по-моему, даже это произошло, человек то ли Светулька, то ли как-то еще «ой, Светулька, спасибки тебе там что-то такое вот начал писать». Но здесь понятно, что у человека с головой плохо, поэтому я человеку написала в последний раз. Написала, что я вам последний раз пишу, но я вас последний раз предупреждаю, обращайтесь полным именем Светлана, либо вы отправитесь в ванн. И вот тут человек показал свое истинное лицо. То есть это отыгралось. Вот такое правило, когда люди начинают агрессировать, если им делать подобного рода замечания. И тут ее прорвало, и тут послышалось и посыпалось, что да, ты больная, иди лечись, тебя недолюбили и так далее. Но я прекрасно понимаю, что человек пишет все о себе. То есть вот там недолюбленная девочка, которая позволяет себе ко взрослым людям окружающим, причем она девочка такая лет около 40, абсолютная, она позволяет себе обращаться к другим посторонним людям, с которыми нет никаких отношений. То есть я бы понимаю, если бы мы с ней были лично знакомы, если бы я разрешила называть себя на ты, если бы я сказала, что мне нормально хоть Светик, хоть Светочка, хоть Светулька, хоть как, я тебя просто люблю, обожаю, Наташечка, поэтому давай с тобой так общаться. Вообще никаких бы проблем не было. Но здесь человек видит комментарии, что все друг друга на вы называют. Я знаю, что многие ищут более какого-то, может быть, теплого расположения, но у меня, честно говоря, возникает большой вопрос, насколько искренне бывает это расположение. Я могу абсолютно душевно общаться с человеком, называя его на вы, и могу при всем при этом негативно воспринимать в какие-то моменты человека, к которому я обращаюсь на ты. Может быть, на мое отношение ты или вы вообще не особо и не влияет. Бывает, что мы со своими близкими ссоримся по какой-то причине и можем войти в конфликт даже с теми, кто у нас на ты уже последние цать лет, и нам хорошо обычно общаться. Все может быть. Но я вам могу сказать, что зачастую мы можем испытывать очень теплые чувства к людям, к которым мы обращаемся на вы. С моей точки зрения, это дань уважения определенная человеку, особенно когда человек приходит на канал, и он еще не знаком со мной, и я не знакома с человеком, то, наверное, оптимальным будет не просто «наверное», а это точно. В моем случае адекватным будет обращение только на «вы». Опять же, если вас пытаются, вы, допустим, взрослый дяденька или взрослая тетенька, а вас пытаются все как-нибудь там, да, там, не знаю, «жорочка», там, «что ты, деточка», «иди сюда», там, «милочка» и прочее. Вы всегда улавливаете очень четко, вроде бы слово не обидное, да, вот «деточка», там, «мой мальчик», да, когда там дяденьке какое-то уже количество лет, когда «милочка» обращаются, если это не имя Людмила, да, и «милочка» это нормальное обращение, да, к человеку, если вы так общаетесь. Имеется в виду именно нарицательное, скажем так, просто «что милочка», да, это обычно бывает и таким вот подтекстом негативным, конечно, и мы все это ощущаем прекрасно. Это так же, как в определенные моменты, когда звучит слово «уважаемый», и вы понимаете, что вот в этот момент вас больше всего не уважают, чем в какие-то другие моменты. Поэтому, друзья, я вам скажу так, что всегда нужно обязательно человека называть так, как он представляется вам. Первым признаком того, что человек хотел вас реально обидеть и продавить вас, является агрессия с его стороны, когда вы ему, этому человеку указываете на то, причем вы можете в вежливой форме, вот как у меня, например, с этой мадам, и со многими другими было, и в реальной жизни, и с теми, кто приходили на канал, когда человеку говоришь, что «вы знаете, я предпочту общение на «вы», и тут человека прорывает, и тут выслушиваешь про себя такое, что гордая, да, что такая прям грамотная, что ты лучше всех и прочее. Но это показывает определенным образом человека. Нормальный, адекватный человек в этой ситуации просто затормозит и скажет, что «окей, я понимаю, без вопросов будем общаться на «вы», просто никаких проблем». Или человек может просто там сказать «хорошо, я понял», и если его не устраивает такое общение, исчезнуть, например. Это тоже как один из вариантов. Но если на вас ушат сразу же грязи вылился после того, как вы попросили вести себя прилично, то знайте, что вы попали в точку. И если вам казалось, что вас хотят обидеть или принизить, или подавить, то вам не казалось. Этот человек пришел конкретно с этой целью, если вы видите такую реакцию. Какие карты сегодня здесь выложены? Это манипуляция, это желание подавления. Порою оно очень грязно так выражается. Вас могут прилюдно пытаться вот как-то назвать очень миленько, с подковырочкой, моя хорошенькая, ну что там у тебя, как делишки твои. И вы сразу понимаете, что человек с позиции такого более весомого товарища пытается как будто бы на вас надавить. Ведь вроде ничего плохого и не сказал. И вроде бы люди, если тоже не очень хорошо к вам настроены окружающие, и вы при них начнете говорить, что держите дистанцию, уважаемый, то эти люди тоже могут сказать, ну что ты так близко к сердцу принимаешь? Ну ничего же плохого тебе не сказали. Ну в таком случае это значит, что вы с человеком не совпадаете. Если человек искренне не понимает в чем проблема, то просто ваши пути должны разойтись. И просто ваши пути не должны по возможности пересекаться для того, чтобы не доставлять дискомфорта ни вам, ни этому человеку. Такое отношение. Если вас это в глубине души не устраивает, но вы продолжаете это терпеть, то есть вы встречаетесь, допустим, каждый день на работе со своей коллегой, и она постоянно говорит, ну что отчетик там сделала, миленькая моя, что там у тебя? И понятно, что если это предпенсионная какая-то бабушка, которой там уже 98 лет, и вот ее грозятся отправить на пенсию, а вам 28 лет, и вы пришли там только-только учитесь чему-то, то может быть это и нормальная ситуация, хотя я обычно детей лет где-то с 10-12 уже называю на вы. И кстати это очень дисциплинирует, как и взрослых для того, чтобы не перегибать палку и не оскорблять ребенка просто за счет его возраста, потому что порой мы можем переходить на слишком уж назидательный, поучительный какой-то тон, но также и ребенку не дает повода неуважительно относиться к вам, кстати, очень действительно помогает. И я не считаю, что это какой-то обман со стороны или манипуляция ребенком, это просто как один из образцов, как можно общаться, какие бывают стили общения, ребенок уже вырастая будет выбирать комфортный для себя, почему бы и да, скажем так. Далее здесь вот мы говорим о том, что либо это разрушает вас, если вы молчите и это терпите, когда вы Любанька из соседнего там, да, допустим, отдела, а перед вами там какой-нибудь Вениамин, не знаю, как Григорьевич сидит, да, то есть вы на вы и по имени-отчеству, а к вам на ты и вот так вот. То есть вас это будет разрушать, вас это будет разъедать и из вас делать омегу потихонечку, да. Либо вы выйдете на конфликт, но тогда вы сможете отстоять свою территорию, свои границы, свои интересы. Поэтому, друзья, скажу так, если вас устраивает, когда к вам обращаются на ты, вы комфортно чувствуете себя в этих отношениях, при таком обращении, то ради бога без вопросов. Я не говорю сейчас о близких людях, я говорю о людях чужих, вновь приходящих в нашу жизнь. На канале есть много людей, которые не чужие, с которыми у нас долговременно уже есть общение, и которых я очень уважаю и люблю, и сопереживаю, когда у них что-то происходит в жизни, и мы с ними общаемся вне канала, даже вне комментариев. Но, тем не менее, я предпочитаю практически всех называть на «вы», потому что мне так удобнее, и я выражаю таким образом уважение человеку. Я еще раз могу сказать, что если вы всех и все называете на «ты», если вы тыкаете пальцем, если вас тоже на «ты» называют вам нормально, без проблем, вы можете в своей жизни вести себя как угодно. Но у меня на канале никаких уменьшительно-ласкательных имен не может быть. Там Светулька, Светкин, Светик, Семицветик и так далее. Обращаемся полным именем Светлана. Я обращаюсь, в свою очередь, к вам тоже на «вы» и полным именем. Желательно, кому как может, записать, конечно, слово «вы» с заглавной буквы, когда мы обращаемся тоже к человеку. Это адекватное, вежливое, нормальное обращение. Если это не ваш уровень, если вам некомфортно так общаться, вы можете идти на другие каналы, где слегка ограничены. В том числе есть люди, которые хи-хи-ха-ха, на «ты» всех подряд и прочее. Вы можете там общаться. Это свой определенный уровень, свой определенный круг. Но это не ко мне. То есть это мои границы, которые я выставляю. И в любом случае тот человек, который приходит ко мне на канал, он будет их уважать. Либо адекватно общаться, либо получать адекватное общение в ответ, либо где-то издалека смотреть на канал и не общаться все равно, уважая эти правила, потому что из бана будет выглядывать. Всем удачи, уважения, до встречи. До свидания.